МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Командировка. Снова в горы. В любой поездке важно, с кем ты. Если рядом люди, которые чувствуют красоту и слышат природу так же, как и ты, считай, поездка удалась. Мы останавливаемся. Спокойные воды реки Чаракчай будто обладают какой-то магической притягательной силой. Держим путь в реча. И на месте выясняем, что есть нижнее и верхнее село. Аксакалы подсказали, что интересующие нас объекты расположены в верхнем реча. В горах гостя первым делом приглашают за стол. Угощают здесь, судя по всему, исключительно натуральными продуктами. Сейчас, кстати, сезон сбора урожая. В селе можно увидеть, как женщины собираются группами и помогают друг другу перебирать картофель. Семья Гамзатовых довольна урожаем этого года. Говорят, очень хорошее, рыхлое. Значит, за вкусовые качества одного из главных продуктов питания можно не переживать. Тетя Тарият пожелала своим соседям всего самого наимуцева. Такие пожелания от взрослых, как талисман для всей семьи. Здравствуйте, дорогие телезрители! Это передача «Гадыкан». Сегодня мы в селении Реча. И помимо того, что мы расскажем вам об истории этого села, хотелось бы показать вам одно интересное национальное блюдо. А помогут нам в этом деле сафари и зубайдат. Вы можете поздороваться с нашими телезрителями. Здравствуйте! Вот на вашем как здоровается, зубайдат? По-нашему? Да. Сафари, расскажите нашим телезрителям, какое блюдо мы сегодня будем готовить. Ал-чап. По-нашему ал-чап. Что собой представляет это блюдо? Из сыра делаем молоко. Это блюдо представляет горячее толокно у нас. Из каких ингредиентов его готовят? Это готовят сыр, потом ставят туда молоко, щепотечку соли, соды, потом толокно. Из этого получается по-нашему ал-чап. Первым делом берем сыр. Сыр, да. Должна вам сказать, сыр обычно бывает твердый. И чаще всего он бывает с дырочками. Да. Но все зависит от того, как долго его оставили. Он может быть и без дырочек, плотным. Но в данном случае мы видим очень мягкий сыр. Как вы добиваетесь вот такой консистенции? Это сыр делаем из кислое молоко. Кислое молоко ставим, из этого получается такой мягкий сыр. Еще один очень ценный совет для тех, кто хочет в домашних условиях приготовить сыр. Молоко обязательно нужно ставить на медленный огонь. Правильно? Да, кислое молоко. И по мере того, как нагревается, можно его слегка вот так вот деревянной лопаточкой переворачивать, чтобы верхняя холодная часть спускалась вниз и тоже прогревалась. И в этом случае сыворотка отделяется от основной массы и получается сыр. Мягкий сыр. Ну, еще один секрет вот этого мягкого сыра, насколько я поняла, заключается в самом пепсине, да? Да, да. Нет, без пепсина. Это без пепсина делает. Вот я это и говорю, что обычно добавляют пепсин, а в данном случае... Кислое. Это... Пепсин не добавляют. Нет, нет. Вот этот момент хочу уточнить. Потому что, ну, я, для меня, например, это было открытие, что сыр делается вообще без пепсина. Да, пепсина. Без пепсина делается. С пепсином делаем, а это без пепсина. Угу. Все. Мы теперь это дело доверяем сафари. Пока сафари показывает, как нужно размешивать сыр, мы, наверное, расскажем немного о той утвари, которая есть дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сыр в Казани медленно плавится. Причем плавится оно вместе с молоком. А мы пока немного расскажем о талакне. Зубайдата, расскажите, вы сами готовите талакне? Да, мы сами готовим. Сами готовим. Сперва обжариваем, потом на мельнице сами все готовим своими руками. Свежее, чтобы было в свежем виде. Что и блюдо готовят. Помимо алчапа, есть еще блюдо, которое готовится из талакна? Мы чудо тоже делаем. На чудо тоже смазываем это. Масло добавляем и на чудо тоже смазываем это тоже. Это придает и совсем другой вкус и аромат? Да, да. То другой, а совсем другой на чуде, когда бывает. На чуде совсем другой. Мне еще интересно стало, я вот смотрю, вся вот утварь, которую я вижу, ну, большая часть, она такая старинная. Скажите, вы постоянно используете такую посуду? И откуда она вообще взяла? Нет. Это у нас мы сохраняем для гостей. Это у нас преданные. У нас дяди, дедушки, бабушки. Их они оставили, они нам. А мы сохраняем их для гостей. Да. Ой, я так понимаю, дорогие телезрители, что для нас, как для дорогих гостей, вытащили самое дорогое, что есть, да? Да, да. Спасибо вам огромное. Мы это ценим. Вообще сама отношусь с большим уважением к людям, которые хранят то, что досталось от предков. Мне кажется, там и тепло их рук сохранилось. И, наверное, тем самым мы показываем пример нашим детям, как надо относиться к памяти. Да. Вот я вижу топленое масло. Оно тоже будет использоваться в нашем блюде? Да, будем использоваться на блюде. И молоко тоже молоко. Молоко уже все. А вот масло, да. Сейчас масло тоже будем добавить. Масло тоже добавляем. После, когда готовят, будем кушать, тоже добавляем туда на масле. А потом, наверное, надо передать чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Щепотку сода, немного. Немного, чуть-чуть. Сода мы уже добавили. Это придаст такую вязкость нашей каше. Соль. Вот надо ли добавлять туда соль? Нет. Соль добавляют по вкусу. Если сыр соленый, не надо. Если нет, чуть-чуть. Надо добавить. То по вкусу. Вообще, мы вам рекомендуем, дорогие друзья, есть поменьше соли. Еда от этого не становится менее вкусной. Наоборот, все вкусовые качества тех продуктов, которые вы используете, они становятся даже ярче, я бы сказала. Вы, наверное, обратили внимание, что сафари помешивает кашу специальной палочкой. Такое я вижу впервые здесь. Но я скажу, это очень удобная вещь. И если вы сделаете густые каши, даже в городских условиях, мне кажется, она вполне может понадобиться и сослужит вам верную службу. Кашу таким образом медленно помешиваем где-то минут 5-10. Так рекомендуют наши хозяйки. Постоянно помешивая, мы следим за основной нашей массой, где сыр, и туда мы добавили буквально чуть-чуть соды. Уже пора добавлять палокотон. Субтитры создавал DimaTorzok Алчан уже готов. Сафари практически вот прямо с пылу, с жару, как говорится, его несет нам. Подают его, как мне объяснили, с топленым маслом. Сейчас будем попробовать. И положим сюда топленое масло тоже, чтобы вкусно было. Это мы сами готовили, масло тоже домашнее, очень вкусное. Сейчас попробуем. Ну грех не попробовать, потому что столько старались. И как вы расписываете, мне кажется, это должно однозначно получить. Да, да, очень даже вкусное. Сюда тоже поставим. В общем, масло не стоит жалеть, да? Нет, нет. Надо добавлять. Мухаммин, жалее масло. А теперь еще поставим. Нет, спасибо. Нам не жалко. На здоровье. Попробуйте. Ну как? Вкусно? Очень интересно. Да. Ну я, честно говоря, с удовольствием ела бы такое блюдо. И даже на завтрак. Да. Потому что сыр вообще на завтрак обожаю. А тут еще с привкусом таким, как будто его прожарили. Наверное, толокно придает такое. Да, толокно. Вот. А сыр тоже обязательно надо. Свежий. Не пепсиный, а другой. Сафари, вы мать пятерых детей. Вот ваши дети любят вот такие национальные блюда? Очень любят. А как вот, например, с чипсами, с кукурузными палочками, с попкорном дела обстоят? Они тоже любят. Но лучше это наши национальные блюда любят. Все любят мои дети. Все хотят. И бакок хотят, и мусуху хотят, и это... Алчап. Алчап хотят. Мои дети все любят. Сафари, Зубайдат, я хочу сказать, что вы огромные молодцы, что вы прививаете своим детям любовь к национальной культуре, к обычаям предков. Даже вот такими методами, как приготовление, допустим, национальных блюд. Это здорово, это замечательно. Более того, я уверена, дорогие телезрители, многие из нас должны брать с них пример. Я вас благодарю за сегодняшнюю встречу, за то, что приготовили, научили. Мы уже каждый у себя дома будем пробовать, потому что мне лично очень понравилось. Более того, я теперь намерена показать это блюдо своим родным. А вы, дорогие телезрители, если забыли что-то из нашего рецепта, загляните на наш сайт. Тройное W.RGVK.TV.RU Передачи Гадыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова